Добрый день, дорогие слушатели. Я Вячеслав Дубынин, и у нас сегодня 8 лекция цикла физиология потребностей, и мы дошли до такой сложной темы, как агрессия. Агрессия переводится с латыни как нападение, ну и, собственно, это очень важный компонент и нашего врожденного поведения, и вообще нашей обыденной жизни. Компонент, который, к сожалению, очень часто принимают деструктивные формы, но поскольку он вставлен в наш мозг эволюцией, то от агрессии есть польза и порой серьезная. Вот давайте попробуем сегодня с этим разобраться. Ну и, собственно, переходим к первому слайду. На нем показаны разные варианты агрессивного взаимодействия у позвоночных. То есть наша эволюционная группа, начиная с рыб, вот вы видите двух соревнующихся самцов, кто из них сильнее, и дальше рептилии, птицы, млекопитающие. Агрессивное взаимодействие очень распространено и принимает разные формы от прямой драки, как у этих двух львов, до вполне себе такого цивилизованного армрестлинга, как вот у двух этих самых цихлит. А вот беспозвоночные, они тоже не остаются в стороне от агрессивного взаимодействия. Ну и, собственно, две основные причины агрессии, две основные группы ситуаций. Более древняя группа — это когда вам что-то реально угрожает, угрожает вашей безопасности. И тут все понятно. Но очень часто агрессия возникает не тогда, когда вот того, гляди, вас кто-то съест, а тогда, когда в принципе что-то происходит не так с вашими ресурсами, с вашим поведением. Что-то не получается в рамках пищевого поведения, полового поведения, родительского поведения. И вот тогда агрессия может выступать дополнительным источником энергии, которая позволяет эту самую энергию влить в ваши поведенческие реакции. И вы все-таки там проламываете препятствия и достигаете цели полового партнера или там пищи, или успешно защищаете детеныша. Ну так вот, собственно, здесь вы видите те же самые варианты у беспозвоночных. То есть на предыдущей картинке у нас явно о чем-то спорят два льва, два пингвина и две рыбы. А на этом слайде два осьминога делят территорию. Ну или, например, два сверчка. То есть, казалось бы, совсем небольшое существо и нервная система не самая крупная. Но именно сверчки являются очень удобным таким лабораторным объектом для изучения агрессивного взаимодействия. Потому что у самцов очень четко выражена вот такая вот реакция нападения на конкурирующего самца, который издает звуки на той территории, которую вы считаете своей. И начинается все с довольно ритуализированных таких вот событий, когда два самца там раскрывают свои жвалы и все такое прочее. А если не получается выяснить, кто сильнее на уровне бесконтактном, то дальше происходит реальная драка и, собственно, очень серьезная порой драка. Вот, собственно, агрессия. Агрессия, направленная на конкурента. Ну а вот этот богомол, он, конечно, пугает, возможно, фотографа. То есть в данном случае, конечно, речь идет о защите буквально своей жизни и безопасности. И распространенный способ напугать, например, хищника, это показать, какой вы большой и страшный. И для этого нужно принять позу, которая увеличивает ваш размер, и показать ваше оружие. А что у вас, собственно, в руках или там в зубах? То есть показать когти, рога. Ну, в данном случае богомол поднимает свои лапки, на которых очень остренькие шипы. Но действительно, так же, как реакции страха, агрессия, она исходно связана с программами безопасности. Все-таки это более древний вариант. И, напоминаю, у нас была целая лекция, посвященная страху, когда я рассказывал про различные стимулы, вызывающие тревожность, убегание, избегание, затаивание, ну, во всяком случае, вот, включающие, так называемое, пассивное оборонительное поведение, эмоцию страха. И логично, что список стимулов, запускающих страх, и список стимулов, запускающих агрессию, он очень близок. Потому что, в принципе, в нашем мозге глобально существуют программы безопасности. А дальше я, собственно, об этом как раз рассказывал на лекции, посвященной страху. Существует важнейшая развилка, как мы будем решать проблему, убегать или драться. И более такой легкий и доступный вариант убегать, но более серьезный вариант, позволяющий в корне как бы решить проблему, это вариант нападения, агрессии. Ну и вот, собственно, список этих стимулов, он такой же, как в лекции, посвященной страху. На первом месте, конечно, боль. И болевой сигнал, да, он может, собственно, запускать агрессивную реакцию, вы нападаете на источник боли. Это всяческая агрессия, поступающая из внешней среды, в виде мимики агрессии, да, какие-то глаза, приближающиеся к вам в темноте, светящиеся, появление хищника или там пауки, паука, змеи. Вот, ну, любой сверхсильный стимул, слишком громкий звук, свет, отвратительный вкус, запах, это тоже может вызвать у вас агрессивную реакцию. Ну и, собственно, да, да, вот те же самые стимулы, которые были в случае лекции, посвященной страху. Вот как мы можем отреагировать уже на агрессивном уровне на появление всех этих неприятностей. Ну и еще раз, да, увеличиться в размерах, показать свое оружие. Это очень характерная, как бы, такая ситуация для того, чтобы предупредить потенциальный источник опасностей, что вот он я какой большой и страшный. Ну поэтому, да, вот этот вот котик, он выгибает спину, топорщит шерсть, и, собственно, вот-вот, да, я вот такой вот больше, чем на самом деле. А вот ящерица-круглоголовка, представляете, у нее эволюция сформировала специальный механизм, как бы, такого визуального увеличения пасти. Да, то есть раскрываются такие вот специальные складки, на них шипы, изображающие зубы, и у небольшой ящерицы вдруг оказывается такая страшная зубастая штука спереди. Ну и щичник может на некоторое время оторопеть, ящерица убежит, или вообще хищник убежит, потому что, ну, страшно. Человеческий вариант — это, конечно, оскалить зубы, то есть у нас не так много оружия, то есть нет таких вот ярких и острых там рогов копыт, но зубы можно показать, и вот эта вот гримаса, ну, сопровождающаяся вполне характерной мимикой, вот, то есть видите, да, вот этот напряженный лоб, да, вот так вот по-особенному нахмуренный, вот эта вот все-таки, да, работа с щечными мышцами, и, собственно, вообще как бы то выражение, которое вот на губах видно, да, то есть как это все напряжено, и, конечно, оскалить зубы. Вот это предупреждение, я на тебя того гляди нападу. Если вспоминать ту классификацию, которую мы все время используем, классификацию Павла Васильевича Симонова, то, соответственно, программы оборонительные, они попадают внутрь витальных программ, то есть жизненно необходимых. То есть мы с вами периодически попадаем то в одну категорию, то в другую, то в третью, то говорим о социальном взаимодействии, то о саморазвитии, но сегодня вот наш герой — это витальная группа программ, ну а точнее программы безопасности, а еще точнее программы, связанные с активно-оборонительными реакциями. То есть еще раз повторяю, это очень важно и очень значимо для темперамента каждого человека, что весь вот в ситуации реальной или потенциальной опасности наш мозг постоянно выбирает в этой развилке пассивно-оборонительная реакция — убегать, или активно-оборонительная реакция — драться. И самая древняя классификация темпераментов, которая там Гиппократам еще в античности была предложена, она уже, собственно, эту развилку учитывает. То есть безопасность для нас колоссально важна. Вообще, наверное, три программы суперзначимы. Еда, безопасность, размножение. То есть без реализации этих программ вообще не удастся продлить свой род и сделать так, чтобы ваш биологический вид продолжал существовать. Поэтому если мы берем даже очень простых существ, каких-нибудь червяков и так далее, или медузу какую-нибудь, мы видим эти программы. Без них никак. Программы более сложные, социального взаимодействия, или даже какое-нибудь любопытство. Это появляется позже. А безопасность — это, конечно, супер важная программа. Но дальше, да, нападать или драться. Fight of life. Драться или убегать. Вот это, конечно, очень серьезно. Ну и напоминаю, что две структуры нервных вовлечены в этот выбор. Собственно, выбор реализует миндалина, структура, которая находится в глубине височных долей мозга, справа и слева. А притворение в жизнь на эндокринном уровне, на вегетативном уровне. Этим занимается гипоталамус. Ну и подключаются еще кое-какие мозговые структуры. Например, голубое пятно, которое выделяет норадреналин. И на нейромедиаторном уровне, с ситуациями преодоления потенциально реально опасных ситуаций, как раз очень мощно связана работа норадреналиновой системы. Ну а так, конечно, действительно программы оборонительные, и в том числе активно оборонительные, агрессии, они очень важны и наблюдаются на самых древних уровнях эволюции и на самых древних уровнях нашего мозга. То есть самые простые программы, которые можно оценить как агрессивные, они вообще реализуются на уровне спинного мозга, даже без всякой миндалины и гипоталамуса. Ну скажем, вот укусил вас комар, и вы его тут же раз и прихлопнули. То есть если вас, как это сказать, обидела горячая сковородка, то есть вы обожглись, то вы отдернете руку. Это будет, по сути, пассивная оборонительная реакция. А вот на такой маленький укол, который наносит данное неприятное насекомое, вы просто хлоп и комара убили. Это называется ничего личного, да, просто вот такой рефлекс. То есть для комара это, конечно, неприятно, а мы защищаем свой организм и, собственно, свою целостность, ну не говоря уже о том, что комары могут быть переносчиками каких-нибудь неприятных инфекций. Вот таким образом вариант пассивно-оборонительный, страха, убегания, затаивания, тревожности, это как бы сдвиг в одну поведенческую сторону, а активно-оборонительный в другую. Ну и если мы смотрим на поведение реальных животных, вот эта картинка уже была в лекции, посвященной страху, и, собственно, и на поведение человека, когда мы смотрим, мы видим, что на самом деле, как правило, все-таки вначале выбираются пассивные оборонительные программы, то есть, а может быть, еще обойдется. Они более энергосберегающие, то есть не нужно тратить калории, потому что драка — это очень затратно. Они, конечно, более безопасны с точки зрения травматизма, потому что в природе получить травму — это очень серьезные риски. Ну а дальше, если деваться некуда, то запускаются уже активно-оборонительные программы, и даже животные вполне себе мирные могут так драться, что мало не покажется. И какая-то белая крыса, загнанная в угол, она очень здорово дерется, или там заяц. То есть бывают истории, когда там лиса нападает на зайца, а заяц ударом своих мощных задних лап наносит такую травму, что лисе уже становится не до еды. Но, конечно, действительно, очень многое определяется такой изначальной установкой в мозге вот этого баланса между страхом и агрессией, и это действительно отражается в том, что мы называем холерики-меланхолики. И у холериков запуск активно-оборонительного поведения происходит гораздо раньше, чем у флегматиков и сангвиников, а у меланхоликов почти не происходит. То есть это нужно, уж не зная, что делать с меланхоликом, чтобы он начал запускать агрессию. Ну и он на самом деле на это способен, ну не говоря уже о том, что такие-то яркие темпераменты, они редко встречаются, да, обычно у нас в голове смесь разных темпераментов. Когда мы смотрим на поведение животных, мы видим такие варианты, когда действительно явная, скорее, оборонительная реакция, затаивание, или явная холерическая реакция. Ну, скажем, вот у нас студенты, когда проходят практику в Звенигороде, такая биостанция у нас там есть замечательная, у нашего факультета, то они обходят окрестный лес, там такой заказник, несколько квадратных километров, и наблюдают, ну, естественно, с помощью преподавателей за жизнью всякой там птичьей живности, например. И если найти гнездо рябчика, например, да, такой маленькой лесной корочки, и застать там птенцов, то вы наклоняетесь над этим гнездом и видите, ну, скажем, пять совершенно мертвых птенцов. Вы берете их, а у них ничего не двигается, лапки болтаются, голова болтается, птенцы рябчика виртуозно претворяются мертвыми. То есть это вот такая пассивная оборонительная реакция, затаивание может обойдется. Ну, а если вы, например, полезете в гнездо совы, то какой там страх, да? У совят, у соколят, вообще никакой пассивной оборонительной реакции не наблюдается. То есть вы видите пять злобных существ, клювастых и когтистых, которые на вас тут же набрасываются, таращат страшно глаза, орут и все такое прочее. То есть, конечно, очень многое зависит от конкретного биологического вида, и у хищников реакции, связанные с нападением, они вот всегда наготове. А если ты мирная травоядная, там какая-то морская свинка, то здесь, конечно, до агрессии добраться довольно тяжело. Зато реакции страха и затаивания они как бы моментально себя проявляют. Вот появились в очередной раз те структуры, о которых мы говорим. Давайте еще раз осознаем. Вот это продольный срез через головной мозг. Значит, мы видим в центре гипоталамус, вот он, и дальше вот эту зону мы увеличиваем, и вот эти вот зеленые воздушные шарики, это разные ядра гипоталамуса. Мы с вами говорили о центрах голода, они вот примерно здесь находятся, о центрах полового родительского поведения, они находятся в передней части гипоталамуса, а вот центры, связанные со страхом и агрессией, это задняя часть гипоталамуса, но при этом нейросети, которые проводят программы страха и проводят программы агрессии, это, естественно, разные нейросети. А управляет этим все-таки миндалина. Вот она на этой картинке показана. И если поперек разрезать мозг, мы, собственно, видим эту небольшую, но очень значимую структуру в глубине височных долей, то есть справа-слева. Ну и посмотрите, гипоталамус-то совсем рядом, потому что вот этот поперечный срез, он как раз проходит примерно вот здесь вот. То есть мы видим вот эта штука, называется мозолистое тело, соединяет правое и левое полушария. Вот чуть ниже находится таламус, таламус, вот он. А вот, собственно, гипоталамус, вот он здесь. И вы видите, как близко от миндалины до гипоталамуса, там буквально, так сказать, без всяких промежуточных нейронов можно дотянуться. То есть в нейрофизиологии называется это моносинаптические контакты, то есть без дополнительных переключающих нейронов. Сигнал из гипоталамуса уходит в гипофиз, и действительно возникают вегетативные эндокринные сопряжения оборонительного поведения, ну в том числе реакции агрессии, потому что если все это начинается, действительно агрессия очень энергозатратная ситуация, и нужно вбрасывать в кровь глюкозу, активировать работу сердца, то есть нужен кортизол, нужен адреналин. Ну, собственно, мы об этом сегодня еще поговорим. Если эти зоны как-то повреждаются, то оборонительное поведение может нарушаться, вплоть до полного исчезновения, например, реакции страха или реакции агрессии. В клинике такие истории описаны. И обратная ситуация. Если возникает гиперактивность этих зон, то либо страх, либо агрессия проявляются уже как такое навязчивое, порой даже маниакальное состояние. Ну, это опять же человеческая клиника. А в экспериментах на животных можно, например, ставить электроды в миндалину и стимулируя миндалину, ну, собственно, да, вызывать реакции агрессии буквально на пустом месте. Вот старые такие, посмотрите, 1954 год, вот тогда, в середине 20 века, стали осознавать, собственно, наличие в мозге вот этих конкретных центров, связанных с теми или иными биологическими потребностями, центров, которые, соответственно, могут запускать там голод или половое поведение, или вот страх и агрессия, стали вживлять туда электроды, и, собственно, вот вы видите кошку, которую вводят вот в это агрессивное состояние, стимулируя участки заднего гипоталамуса. Ну, а вот еще более драматичная история, то есть сначала выращивают вместе кошку и крысу, например, белую, и они, в общем, лучшие друзья. Ну, дело в том, что одомашнивание, или, как мы говорим, доместикация, очень часто идет в направлении снижения природной агрессии, потому что человек, когда заводит себе домашних питомцев, естественно, ему не нужна агрессивная кошка, вот, или там агрессивная собака, да, то есть к размножению преимущественно допускаются все-таки животные, которые нормально взаимодействуют с человеком, милые, пушистые, приятные и все такое прочее. Белые крысы — это ведь тоже как бы потомки диких, серых и весьма агрессивных крыс, но селекция в течение десятилетий привела к тому, что у них уровень агрессии очень сильно снижен. Ну, в данном случае речь скорее идет о кошке, да, потому что с ней случился этот агрессивный приступ из-за, соответственно, стимуляции, вот видите, гипоталамуса, то есть кошка и крыса жили вместе-вместе-вместе, а потом кошки постимулировали гипоталамус, и она напала на свою подругу, вот, то есть в данном случае мы видим действительно такую имитацию маниакального состояния, когда некий контроль, связанный с навыками, например, коры больших полушарий, он как бы смывается сигналами, идущими из более глубинных зон, ну, в данном случае из зон агрессии. И в человеческой ситуации, да, вот подобную гиперактивацию могут вызвать микроинсульты, опухоли, то есть в принципе, например, по данным Института судебной психиатрии сербского, у пациентов, да, и, так сказать, людей, которых вот прямо называют маньяками, да, то есть ситуация агрессивного и полового, до нарушения агрессивного и полового поведения, вот там в половине случаев наблюдаются прямо вот анатомически заметные изменения в миндалине, ну, часто вот действительно опухолевые процессы, которые приводят нейросети в гипервозбужденное состояние, и существуют попытки создавать технологии, чтобы, как бы, не стимулируя, а наоборот, подтормаживая миндалину, а это можно сделать уже человеку на постоянной основе, вживляя в мозг электроды, вот, контролировать вот такую ненормальную и очень опасную агрессию, вот, это называется глубокая стимуляция мозга, Deep Brain Stimulation, то есть ситуация, когда действительно, вот, хронически на годы, а иногда пожизненно, ну, собственно, эта технология ведь не очень давно появилась, поэтому вот насчет пожизненности-то мы, как бы, еще не знаем, но, в принципе, да, существуют люди, которые уже несколько десятилетий носят подобного рода электроды, это либо диагнозы, связанные с эпилепсией, которая не лечится почему-то, да, лекарствами, либо тяжелой депрессией, либо вот такими вот маниакальными состояниями, то есть понимание, знание о зоне, где все это локализовано, позволяет, конечно, этими процессами управлять, то есть с одной стороны есть психофармакология, а с другой стороны вот такие вот методы, которые являются, как бы, уже второй линией обороны, ну, то есть первая линия обороны, да, это вообще такая психотерапия и самопсихотерапия, то есть пытаемся помочь мозгу на программном уровне и контролируем свою агрессию, учимся контролировать агрессию. Если не помогает, то тогда лекарственные препараты, ну, например, там антагонисты дофамина, еще, так сказать, если даже это не берет, то тогда вот есть способ, связанный с оживлением электродов, ну, естественно, это делается по согласию пациента, его родственников там и все такое прочее. Вот, собственно, как завязаны эти структуры в так называемый врожденный контур, да, и приобретенный контур передачи информации, то есть какие-то реакции страха и реакции агрессии запускаются благодаря тому, что миндалина врожденно знает набор стимулов, способных дальше запускать, собственно, оборонительное поведение. Вот, ну и у кого-то это образ хищника, а в каких-то случаях достаточно просто болевого сигнала. Но, кроме того, есть, так сказать, контур, связанный с обучением, когда, соответственно, некая ситуация, она привязывается к врожденно значимым и запускающим оборонительное поведение раздражителям, ну и, собственно, вы начинаете с подозрением уже не только на паука смотреть, но и на место, где, кажется, заметна паутина, и вообще, как бы, на любое такое место, где слишком тесно растут кусты, потому что, возможно, там паутина, и так далее, и так далее. Ну, обычная история, я о ней, опять же, много рассказывал в лекции, посвященной страху. Есть врожденная основа, а дальше на этой основе мы учимся и ассоциируем, ну, в данном случае, с реально или потенциально опасными ситуациями, какие-то сигналы и ситуации, которые исходно для нас незначимы, но раз они совпадают по времени, да, вот с какой-то проблемой, ну, в частности, запускающей агрессивное поведение, то дальше вот память, да, система памяти все это прописывает. Здесь очень важен, конечно, гиппокамп, с которого начинаются процессы кратковременной памяти, и гиппокамп обеспечивает, как известно, перезапись информации в долговременную память, ну и дальше, собственно, той же Миндалине уже не просто сенсорные системы дают сигнал о том, что вот стало больно, да, или что-то неприятное ползет по траве, а кора больших полушарий. А мы вот это помним, вот в прошлый раз тут было плохо, вот примерно так. Ну и, собственно, действительно, в целом, да, вот поведение, связанное с защитой, со страхом, с агрессией, оно включает в себя в итоге огромное количество структур, в том числе высшие корковые структуры. То есть начинается все с Миндалины и Гиппоталамуса. Гиппоталамус действительно проводит сигнал на эндокринную систему, на вегетативную нервную систему, а Миндалина пересылает информацию не только, собственно, Гиппоталамусу, но и в лобную кору. И тогда лобная кора запускает поведение, направленное на удовлетворение потребностей в безопасности, мы что-то делаем, наши сенсорные системы считывают результаты поведения, перебрасывают их в поясную извилину, и поясная извилина, я тоже уже не раз об этом рассказывал, но повторю, потому что это очень важный компонент нашей психической жизни, вот поясная извилина, она сопоставляет реальные и ожидаемые результаты поведения. То есть она анализирует, а насколько вообще удалось, ну, например, за счет агрессивного взаимодействия решить ту или иную проблему. И если все получилось, то через тот же Гиппоталамус генерируются положительные эмоции, вот, а если не получается, то, соответственно, в лобную кору, которая является таким глобальным командиром, идет информация о том, что надо как-то поведение корректировать, менять, да, то есть вы так вступили с кем-то в агрессивное взаимодействие и начинаете на него так злобно посматривать. И он раз и испугался, и освободил территорию. И ваш Гиппоталамус возрадовался, да, вот классно, мы победили, и на этом фоне это поведение будет закрепляться. А если этот кто-то, да, в ответ тоже на вас злобно посмотрел, вот тогда поясная извилина говорит лобной коре, начальник, тут как бы нас пока не испугались, что делать-то? Ну и дальше вариант, либо мы усиливаем агрессивное давление, либо сменяем свое поведение, ну, на какое-то более приемлемое, не обязательно реакцию страха, можно попытаться подружиться с реальным или там потенциальным источником опасности, да, помните, как в детском мультфильме про крошку енота, там вот как раз на пусть таком очень детсадовском уровне, но показано, что нарастание агрессии происходит очень легко, но вовремя выключить эти программы, это колоссально важно, и мир сразу становится добрее, позитивнее, и у вас вместо врага появляется друг, это тоже очень-очень значимо. Ну, во всяком случае, посмотрите, как много зон вовлекается в организацию и оценку результатов поведения, ну, в том числе, поведение, связанное с безопасностью, в том числе, протекающего на вот таком агрессивном эмоциональном фоне. Поясная извилина действительно позволяет вовремя остановить агрессию, отконтролировать ее, и у людей, у которых более агрессивны по жизни, особенно с какими-то патологическими проявлениями, скажем, импульсивной агрессией, которая внезапно возникает. Да, ведь бывает же так вот терпит-терпит, а потом бах, и взорвался, и там стулья полетели. Вот у таких людей на уровне томограммы регистрируется повышенная активность миндалями, это раз, и пониженная активность поясной извилины. То есть на этой схемке красным покрашено то, что активнее, чем в среднем, в случае, а синим то, что наоборот менее активно по сравнению с таким средним контрольным вариантом. То есть импульсивная агрессия — это такая отдельная история, которая действительно сносит волевой контроль, и буквально там за несколько секунд человек может таких дров наломать, что мало не покажется. А вот как это развивается на уровне вегетативной нервной системы, на уровне эндокринной системы. Ну, опять же, похожая схемка была в случае реакции страха. То есть здесь проводником выступает гипоталамус, который дальше может влиять через гипофиз на надпочечники, причем на корковое вещество надпочечников, и в коре надпочечников выбрасываются гормоны, связанные со стрессом, главный из них — кортизол. Сейчас я о нем буду подробнее рассказывать. Кроме того, гипоталамус перебрасывает информацию, сигналы о стрессе на центры симпатической нервной системы. Ну и как бы те нейроны симпатической нервной системы, которые находятся в спинном мозге, их отростки, вот как тут показано, уже идут к конкретным органам, ну правда не напрямую, а переключаясь через симпатические ганглии, но в итоге, да, действительно сигнал добирается до сердца, сосудов, бронхов, кишечника, расширяются зрачки и так далее, и делает это нейромедиатор, который называется норадреналин. То есть молекула норадреналина, она, во-первых, выполняет функцию такого проводника стресса в отношении внутренних органов. Мы говорим, что норадреналин — это главный, хотя и не единственный нейромедиатор симпатической нервной системы, системы, которая переводит органы в режим стресса и повышенных затрат энергии. А параллельно симпатическая нервная система подключает к этому процессу мозговое вещество надпочечников, и здесь выделяется нейромедиатор, который называется адреналин, ой, извините, здесь выделяется гормон, который называется адреналин, мозговое вещество надпочечников, и адреналин, норадреналин — это два весьма похожих вещества, они действуют через одинаковые механизмы, но единственное, что, когда мы говорим о нервной системе, то выделение молекул регулирующих идет точечно в тех зонах, в тех синапсах, где нервная клетка дотягивается до органа. А вот в случае гормонов, здесь-то гормон оказывается вообще везде, в том числе в межклеточной среде, потому что его приносит кровь. Поэтому не нужно подводить никакие нервные отростки, и действие адреналина оказывается, во-первых, более глобальным, и даже какие-нибудь эритроциты под влиянием адреналина начинают переносить больше кислорода при стрессе, и, во-вторых, более длительным. То есть можно сказать, что подключение к реакции на стресс мозгового вещества надпочечников, то есть внутреннего вещества надпочечников, пролонгирует стресс и делает его более тотальным, по крайней мере, на уровне реакции внутренних органов. Ну и, конечно, надо подчеркнуть, что все хорошо в меру. То есть кратковременный стресс, когда возникла реальная потенциальная опасность, проблема, и вы ее довольно быстро решили, вот такой кратковременный стресс, он прекрасно промывает наш организм энергией, и как бы это здорово, и если вы еще и победили, то куча положительных эмоций. А вот хронический стресс, он может вести к истощению, то есть тратится энергии слишком много, и, соответственно, организм не успевает восстанавливать ресурсы. Возникает вот такое застойное стрессовое состояние, и если оно длится, ну, скажем, несколько недель, а то и месяцев, то здесь может произойти истощение, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, нарушение работы иммунной системы. Ну, хронический стресс — это всегда плохо, вот, да, ну, как правило, хронический стресс все-таки связан с реакциями пассивно-оборонительными, затаиванием, то есть там бац, и всех там загнали в какую-нибудь самоизоляцию, и вот уже там третий месяц там сидим. И многие оказываются в ситуации хронического стресса. В этом смысле агрессия, да, она, как правило, все-таки связана с кратковременным стрессом, и здесь проблемы возникают не столько на уровне нарушения работы внутренних органов, сколько на уровне каких-то вот поведенческих, да, ситуаций, то есть вы напали, ну, как-то не на того, вы проявили агрессию, но как-то слишком сильно, и среда ответила вам тоже очень сильно, и ничего хорошего, да, не получилось. Ну, вот тут, видите, показаны надпочечники, то есть маленькая железа, всего 20 граммов, но очень сложная, кора надпочечников — это отдельный набор гормонов, а мозговое вещество — отдельный, это прежде всего адреналин, адреналин. Ну, а нарушение хронического стресса, да, это нарушение сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, иммунной системы. Вот, собственно, появился кортизол, главный гормон коры надпочечников. Его формула, посмотрите, она очень здорово напоминает половые гормоны, то есть такая же углеводородная, так сказать, в основе молекула, с углеводородными такими циклами. И, собственно, кортизол — это один из кортикостероидов. То есть, в принципе, надпочечники, их кора выделяет много гормонов. Часть из них — это вообще гормоны, которые в основном с почками взаимодействуют и регулируют, скажем, обратное всасывание солей в почках. Это называется минералокортикоиды. Но есть глюкокортикоиды, которые, как можно догадаться из названия, они влияют, в частности, на обмен глюкозой и на обмен энергией. И вот при стрессе один из, ну, собственно, ключевой глюкокортикоид — кортизол, он усиливает образование глюкозы, выброс ее из печени, превращение жиров в глюкозоподобные молекулы. Это все сделано для того, чтобы поднять энергообмен. Потому что, ага, стресс, значит, сейчас будем убегать, а то и вообще драться. Энергия нужна, и нужно ее вбросить поскорее, пораньше, еще до того, как побежали, чтобы было что использовать мышцам, мозгу, сердцу. Вот. И вот этот вот выброс глюкозы в кровь под влиянием кортизола — это такой характерный эффект. Но при этом кортизол еще серьезно влияет на мозг, как бы по принципу обратной связи, повышая уровень активности, агрессивности. Ну и, собственно, опять же, это может приводить к эффектам истощения, если слишком долго и слишком стабильно высокая концентрация кортизола поддерживается. Кортизол — очень важный гормон. Именно его концентрация в крови или даже, например, в слюне говорит о уровне хронического стресса. То есть не обязательно даже кровь на анализы сдавать, достаточно плюнуть в пробирку, чтобы оценить уровень кортизола. Вот. И за кортизолом следит, собственно, гипоталамус, который заодно занимается стрессом. Ну и вообще выделение кортизола происходит по такой классической для эндокринологии обратной связи. У нас похожая схемка была, когда я рассказывал про половые гормоны. То есть есть рабочий гормон, и его концентрация отслеживается прежде всего гипоталамусом. И гипоталамус может, влияя на переднюю долю гипофиза, регулировать в итоге активность коры надпочечников. Как это происходит? Оказывается, передняя доля гипофиза выделяет так называемый кортикотропный гормон. Ну, полностью он называется адренокортикотропный гормон, или сокращенно АКТГ. И адренокортикотропный гормон, он все время выделяется. Но если повысить его концентрацию, то кортизола тогда будет прям много. А выделение АКТГ, адренокортикотропного гормона, в свою очередь контролируется с помощью гипоталамуса, который выделяет так называемый кортиколиберин, кортикотропин-релизинг-фактор. Вот получается, что здесь возбуждающий гормональный сигнал, здесь возбуждающий гормональный сигнал, и в итоге выделение кортизола. Если кортизола почему-то в фоне слишком много, то выделение кортиколиберина может сократиться, выделение АКТГ может сократиться, кортизола станет меньше, будет он там в каких-то следовых количествах. Ну, во всяком случае, вот такая вот система. То есть три, по сути дела, гормона участвуют в том, чтобы оптимальный уровень кортизола в крови присутствовал. Как правило, он довольно невелик, но при хроническом стрессе, да, это становится гораздо более выраженным. Если кортизола все время много, помимо всяких изменений, связанных с обменом веществ, еще довольно серьезно подавляется иммунная система, воспалительные реакции, и именно поэтому препараты, основанные на глюкокортикоидах, являются очень важными такими иммуносупрессантами, в том числе они сейчас используются при коронавирусной инфекции, потому что когда тяжелые проявления коронавирусной инфекции, возникает так называемый цитокиновый шторм, то есть гиперреакция иммунной системы. И здесь введение глюкокортикоидов оказывается очень уместным, но тут нужно очень точно попасть, потому что если вы их раньше начнете вводить, вы будете мешать иммунной системе бороться с этим самым вирусом. А вот если видно, что иммунная система куда-то не туда уходит, и вместо конструктивной борьбы такое гипервоспаление начинает повреждать собственный организм, вот тут глюкокортикоиды, какой-нибудь дексаметазон, оказываются очень даже уместными. Это такая отдельная, очень медицинская область, но тем не менее. Адренокортикотропный гормон не замечен в том, чтобы подавлять иммунную систему, но зато замечен в том, чтобы активировать процессы, связанные с памятью. И, соответственно, фрагменты АКТГ обладают ноотропной активностью, но в частности на основе фрагментов АКТГ создан, опять же, используемый в клинике препарат СЕМАКС, который эффективно улучшает не только память, но и вообще, например, выживаемость нервных клеток и используется как такой экспресс-препарат при, например, инсульте. Кортиколиберин это очень маленькая молекула, состоящая всего из трех аминокислот пролин, пролин и залицин, поэтому его часто называют просто PPI. И кортиколиберин активирует выделение АКТГ, но у него есть собственные эффекты, связанные с мозгом, и они как раз очень сильно в эмоциональной сфере, то есть они могут вызывать повышение агрессии, если ваш мозг более холеричен, повышение тревожности, если ваш мозг более меланхоличен, и в любом случае возникает вот такое напряжение, связанное с ощущением, что данная ситуация небезопасна. На высоком уровне концентрации PPI может работать как вещество, вызывающее негативные эмоции. Поэтому вот эта маленькая молекула тоже очень интересна и достаточно активно сейчас исследуется. Вот, собственно, еще раз эта ситуация. То есть у нас есть гипоталамус, который раскручивает эндокринные реакции, и вот вы видите надпочечники, и помимо коры надпочечников работает еще и мозговое вещество, которое выделяет адреналин, и которое, соответственно, дополняет эффекты симпатической нервной системы. То есть адреналин в мозговом веществе надпочечников и норадреналин выделяется из симпатических синапсов. Но, кроме этого, оказывается, что норадреналин он по-английски как бы сокращается как НЕ, норэпинефрин, он одновременно является еще и медиатором центральной нервной системы. И есть структура, которая именуется голубое пятно, и его нейроны, нейроны голубого пятна, выбрасывают норадреналин из своих отростков, аксонов. И психическое сопровождение стресса, особенно, вот опять же, реакции, связанных с преодолением опасности, именно преодолением, не убеганием, это во многом мощное выделение норадреналина в головном мозге. Мы периодически вспоминаем про норадреналин. Действительно, это важнейший нейромедиатор, который, в числе прочего, формирует еще положительное эмоциональное состояние. Вот это чувство победы, преодоления, азарта, оно очень мощно связано именно с норадреналином. И весьма специфично. И поскольку программы оборонительные, я это подчеркнул в начале лекции, они очень древние, то и норадреналин мы обнаруживаем, вот это голубое пятно в мозге, даже глубже, чем, например, систему дофамина. Потому что, помните, дофаминовые нейроны, они в среднем мозге, а нейроны норадреналиновые, голубое пятно, мы обнаруживаем в передней, верхней части моста, то есть в структуре еще более древней, чем средний мозг. Ну вот она сама молекула норадреналина, а вот вы видите это самое голубое пятно. Ну, художник, правда, в зеленом нарисовал, я ее уж не стал перекрашивать. Во всяком случае, вот если мы сверху смотрим на наши стволовые структуры, мы норадреналин, а точнее голубое пятно, обнаруживаем вот здесь, вот там, где цифра 17, вот тут зона, видите, немножко темненькая, это верхняя передняя часть моста, а вот это вот только уже средний мозг, то есть вот холмики, четверохолмия, вот это два таламуса, эпифис, то есть здесь внутри моста находятся нейроны, ну а точнее на поверхности, получается, моста, находятся нейроны, чьи отростки, аксоны, посмотрите, как широко расходятся по всему нашему головному мозгу. А вот крысиный мозг и та же самая история, голубое пятно по латыни локус церрюлеус, вот оно, и аксоны идут, и в спинной мозг, и в мозжечок, и в средний мозг, таламус, гипоталамус, большие полушария, в обонятельную луковицу, помните, я рассказывал, как голубое пятно значимо, например, для детского поведения, потому что, соответственно, контакт с мамой, да, это же безопасность, и, соответственно, идет ассоциация запаха матери, да, с этим ощущением безопасности, как бы преодолением опасности, поэтому там норадреналин еще вот эту очень значимую функцию выполняет. Ну, во всяком случае, вы видите, что на уровне норадреналиновой системы наш мозг и мозг белой крысы, в общем, отличаются достаточно слабо, это говорит действительно о том, что это очень древняя и очень-очень важная система. Вот еще раз, да, голубое пятно, номер 17, ну, и тут вот, собственно, перечислены эти основные эффекты, то есть, во время вот такого стресса мы, в принципе, ощущаем активацию, и, так сказать, опасность нас бодрит, да, нам хочется двигаться в большей степени, то есть, не сидиться на месте, снижается болевая чувствительность, это называется стресс, вызванная анальгезия, это понятно, что вот если вы ввязались в драку, боль не должна вам мешать. Происходит улучшение обучения на фоне стресса, то есть, мы запоминаем пути преодоления опасности и убегания, да, и нападения. Вот, мы учимся побеждать опасности, и та положительная эмоция, которая возникает, она тоже связана с норадреналином. Да, вы могли убежать, спрятаться, и как бы вас не нашли, и вы ощущаете все равно положительную эмоцию, но она идет на фоне как бы все равно тревожности, потому что да, вот сейчас вас не нашли, а может другой раз найдут. То есть, вы же не решили проблему окончательно. Вот, поэтому та радость, которую испытывает человек, который удачно спрятался, она какая-то такая немножко неполная. А вот если вы сразились и победили, и опасность ушла вообще, вот здесь, конечно, норадреналина гораздо больше, и вот это ощущение преодоления, оно очень-очень сильное. Ну, давайте перейдем ко второй части лекции, где я буду говорить уже о ситуациях, связанных не просто с преодолением опасности, а вообще ситуациях как бы такого решения проблем, потому что действительно, это очень важный, так сказать, тезис, исходно реакция агрессии, она возникает для того, чтобы устранить, ну, например, источник боли. А боли — это негативные эмоции. То есть, по сути, агрессия нужна, чтобы убрать из мозга негативные эмоции. И вот дальше эволюция нашей нервной системы к чему ведет. А давайте использовать агрессию как универсальный способ устранения негативных эмоций. То есть, кто-то захватил вашу территорию, кто-то позарился на вашу еду, кто-то слишком пристально посмотрел на вашего полового партнера. То есть, это вызывает у вас негативную эмоцию, и запросто могут включиться программы агрессии, которые дальше, собственно, приведут к нападению на источник неприятностей, который мешает вам удовлетворять потребности, порой совершенно не связанные с безопасностью. То есть, агрессия приобретает очень универсальную роль дополнительной батарейки. И в этом ее, с одной стороны, польза, а с другой стороны, опасность, потому что, если она зашкаливает, то тут недалеко уже и до противоправных действий. Ну вот вы видите осьминоги, да, или там... Да, осьминоги, скорее всего, борются за территорию, так же, как пингвины, а львы, ну, скорее всего, заправят. То есть, это тут разборка не только территориальная, но связанная и с половым поведением. Ну, а вообще, конечно, в самых разных ситуациях мы видим подключение агрессии. И сейчас мы с вами рассмотрим примеры родительской агрессии, агрессии, связанной с размножением, агрессии, связанной с защитой территории, а территория — это еще источник пищи. То есть, здесь можно уподобить еще агрессию, например, исследовательскому поведению. То есть, исследовательское поведение, оно тоже очень легко надстраивается над любыми программами. То есть, вам хотелось бы найти еду, вам хотелось бы найти, не знаю, там, партнера для размножения. Вот с чего надо начать? Помните, я рассказывал, да? А надо начать с исследования, сбора информации. И, может быть, мир вам показывает, что, ага, вот он путь к решению вашей проблемы. То есть, исследовательское поведение легко присоединяется к другим программам. И агрессия тоже легко присоединяется к другим программам, но уже не на этапе, так сказать, такого первичного поиска, а на этапе, когда возникло препятствие на пути, ну, уже к такой довольно видимой цели. Довольно видимой цели. Вот пример материнской агрессии. Дети — это как бы святое, и защита детей — это просто суперпрограмма, поэтому агрессия материнская, родительская, она всегда на готове. Ну, и вот вы видите, да, как совсем вроде небольшая курица, совершенно храбро, так безбашенно атакует здоровенную собаку, а главное, собака убегает, потому что разъяренная мать — это реально страшно, она совершенно уже не заботится о своей собственной безопасности, потому что под угрозой безопасность детеныша. Вот. И материнская агрессия, она активируется теми же молекулами, которые активируют, собственно, родительскую заботу. То есть, те же самые окситоцин, пролактин, о которых я рассказывал, как о факторах заботы о потомстве, да, они, что логично, усиливают защиту этого самого потомства, ну, а если их выключать, то материнская агрессия, соответственно, слабеет. Соответственно, когда у животных все это появляется, вот материнская агрессия, родительская агрессия, она часто имеет, ну, скажем так, настолько яркую форму, что от детеныша требуется постоянный сигнал, как бы подтверждение, что я, я твой отпрыск, меня трогать не надо, а вот все остальное это потенциальная опасность. То есть, мозг такой вот гиперматери, он может весь мир воспринимать как потенциальную опасность, и тогда детеныш все время должен подавать умиротворяющие сигналы, чтобы хотя бы его не атаковали. Ну, и такие сигналы, это, естественно, и визуальный облик детеныша, и его запахи, феромоны, и его звуки. Конрад Лоренц, выдающийся австрийский зоопсихолог, лауреат Нобелевской премии, исследователь импринтинга, то есть, по поводу импринтинга родительского полового, мы про Лоренца уже вспоминали, у него есть великолепная книга, небольшая, но прекрасная по своему содержанию, специально посвященная агрессии. То есть, я искренне рекомендую всем интересующимся работой мозга и психикой человека эту книгу прочитать. И он там как раз показывает, что агрессия — это важнейший механизм, который надстраивается, ну, в том числе, и над родительским поведением. И приводит такой жутковатый пример, когда, скажем, индюшка, да, вроде такая крупная, и по идее должна быть уже более-менее здравомыслящая птица, но тем не менее у нее как раз вот ярко работает вот этот механизм умиротворения, то есть звуки, которые издают индюшата, они все время попискивают. Они показывают матери, что вот это твои дети, а все остальное воспринимается как потенциальная агрессия. То есть, любой другой подвижный предмет подвергается атаке. Ну, и, собственно, история, которая у Лоренца, глухая мама-индюшка атакует своих собственных цыплят, потому что воспринимает их как источник опасности для ее собственных цыплят. Ну, правда, такое получается только, если эта индюшка первый раз, да, высидела и вывела птенцов. То есть здесь работают только врожденные программы. Если у нее есть предыдущий опыт, и она оглохла, скажем, между первым выводком и вторым, то здесь нормально, да, то есть она уже визуально детектирует птенцов. Ну, и в тех же экспериментах Лоренца эта самая неопытная мать-индюшка не атаковала, например, чучело-хорька. То есть вот берется чучело-хорька и как бы так движется, да, мимо гнезда. Естественно, должна быть атака, потому что хорек — это тот самый хищник, который крадет цыплят. Но если это чучело попискивает, да, то есть так бы вставили в него маленький динамик, и он издает этот хорек звуки, характерные для птенца-индюшки, то тогда индюшка не атакует. То есть насколько порой роботообразно может работать мозг, особенно когда еще нет предыдущего опыта. Ну, собственно, родительский импринтинг и родительская агрессия действительно очень тесно сцеплены, и когда идет вот такая взаимная настройка обонятельная матери на детеныша, ее задача этой настройки, одна из задач, еще и выключить материнскую агрессию. Ну и, собственно, есть достаточно много историй, связанных с тем, что своевременный импринтинг, да, он позволяет вообще заблокировать агрессивные проявления, и тогда там собака выкармливает поросят, или даже вот тут я видел в ютубе историю, как леопардиха напала на газель, которая в это время рожала антилопу, и, соответственно, антилопа убежала, а только что родившийся детеныш остался, и леопардиха понюхала этого детеныша, и у нее там что-то защелкало в мозгу, и дальше она усыновляет этого детеныша антилопы, да, и его выращивает, и все такое. То есть чего только не бывает и с мозгом взрослым, и с мозгом детским. Есть недалеко от Костромы так называемая сумароковская ферма, где выращивают лосей, то есть довольно давно, уже несколько десятилетий, идет как бы такая программа по одомашниванию лосей. Ну, я не скажу, что вот прям так очень много успехов, но, по крайней мере, как аттракцион для туристов это очень впечатляет. Вот, и в частности, приучают лосих доиться. Да, то есть давать молоко. Но для того, чтобы лосихи давали себя доить, они должны доярку воспринимать как детеныша. Поэтому, когда, соответственно, детеныш появляется на свет, появляется на свет, доярка там в особой своей одежде натирается плацентой, приобретает запах детеныша, и лосиха импринтингует ее запах, и это выключает ее материнскую агрессию. А лосенка часто вообще отнимают и выкармливают отдельно лосиным молоком, и тогда та доярка, которая его кормит там из соски, вот, она воспринимается как мама лосиха, и вот такие лосята, они как раз очень хорошо поддаются дальнейшему одомашниванию, они считают человека своей стаей, да, и так далее, и так далее. Ну, и вот то, что я уже сказал, доместикация, она действительно приводит, в принципе, к снижению агрессии, потому что мы, превращая неких животных, да, в что-то удовлетворяющее наши потребности, ну, скажем, там, не знаю, корова, да, или лошадь, или что-то, что служит просто нам для развлечения, скажем, какие-нибудь кошки, собаки, особенно живущие в современных квартирах, то есть не охраняющие территории и не ловящие мышей, а просто пэт, да, домашние любимцы. Вот мы там, конечно, по ходу селекции убираем агрессию, осознанно, неосознанно, ну, и те же самые белые крысы, они совершенно не агрессивны, вот, и вы можете их спокойно брать, и опасность существует только в ситуации, когда у мамы крысы новорожденные. Вот здесь иногда все-таки вас могут тяпнуть, причем выражение глаз крысы такое, извини, ничего личного, это же дети. Вот, поэтому вот с кормящей самкой крысы, да, все-таки это самое, нужно как-то поаккуратнее, но даже кормящие самки все равно у них явно сниженный уровень агрессии, потому что есть, например, такой особый тест на агрессивность крыс, агрессивность, он называется тест мурицидности, убивания мышей. То есть нормальная крыса не может видеть спокойно мышь, она на нее кидается и убивает, кусает там, не знаю, в шею. Это примерно так же, как реакция собаки на кошку, да, то есть это на самом деле агрессия уже такая, связанная с межвидовой конкуренцией. Ну вот, но у белых крыс эта самая реакция мурицидности тоже сильно ослаблена, и мы как-то пытались у самок белых крыс, кормящих, проверять эту мурицидность, подсовывая к ним маленькую черную мышку. И оказалось, что нет, мама крысы не убивает эту мышку, а наоборот стремится усыновить, потому что, или там удочерить, потому что маленькое животное, похожее на крысу, да еще на фоне большой концентрации пролактина и окситоцина, вот, это вот то, о чем надо заботиться, ухаживать, охранять и так далее. И крыса начинает тянуть эту мышку, зашиворот и запихивать в гнездо со своими крысятами. Мышка, естественно, убегает. Вот, ну, в общем, как бы такая отдельная история, вовсе даже не связанная с проявлением агрессии. Это одна из научных статей, то есть вот как это все изучается, то есть можно брать даже не кормящую самку, а, например, самку, которая никогда не рожала, или даже самца, и показывать, как, например, взаимодействие с детенышами выключает уровень агрессивности. То есть здесь вот этот тонкий баланс, то есть родительская агрессия, она важна, но она не должна быть направлена на самих детенышей. И переключение вот как раз идет на уровне, прежде всего, обонятельной луковицы. Это показана агрессия во время полового поведения. То есть, да, размножится супер важная задача. У нас была особая лекция, посвященная половому поведению. И отпихнуть конкурента, это святое. И чем больше выраженность центров полового поведения, помните передний гипоталамус, чем больше концентрация андрогенов-эстрогенов, ну особенно андрогенов, тем больше в половом поведении может быть еще компонентов агрессивности. То есть отпихнуть конкурента в сторону, а то и вообще устроить вот такой вот бой. То есть здесь без андрогенов довольно сложно. И самцы дерутся, соревнуются, а самка потом выбирает победителя, то есть, да, здесь очевидная история, связанная с конкуренцией двух особей, ну чаще всего двух самцов. И, собственно, чем выше уровень либидо, тем выше проявление, так в среднем, да, агрессии, связанной с половым поведением. Вот. И как бы в предельных ситуациях действительно это драка двух самцов. Вот вы видите тетерева, которые реально клюют друг друга. Ну а картинка с морскими слонами, она как раз была в лекции, посвященной половому поведению. Тут драка-драка, прям вот кровь летит во все стороны и все такое прочее. И подобная агрессия, предшествующая, собственно, спариванию, агрессия, связанная с конкуренцией двух или нескольких самцов, позволяет самкам выбрать самые лучшие гены, да, для воспроизводства, для того, чтобы появилось потомство. Ну и здесь, конечно, все порой бывает непросто, потому что если половая агрессия зашкаливает, то она может быть направлена прям даже на самку. А это уже как бы не очень хороший ход, но мозг может давать и такие сбои, и как бы не очень тогда позитивная история получается. Поэтому так же, как вот от детеныша исходят умиротворяющие сигналы, такие же сигналы должны исходить от полового партнера, чтобы вовремя эту половую агрессию выключать. Ну и этому часто способствует то, что называется половой деморфизм, когда самцы и самки явно отличаются, и самцу легко понять, что ага, это самка. Вот, скажем, вы видите скальных ящериц, соответственно, самец ярко-зеленый, и чем он ярче, тем, опять же, лучше у него здоровье и гены, это понятно. А самка серенькая, и что важно, она четко от самца отличается. То есть самец вовремя переключает агрессию на, собственно, ухаживание. Потому что у скальных ящериц каждый самец контролирует свою территорию и серьезно враждует с другими самцами. Ну и опять же, Лорен в своей книжке, посвященной агрессии, описывает ситуацию, когда взяли и перекрасили самку в зеленый цвет, и самец побежал, значит, ее атаковать, и добежав, и уже даже укусив, вдруг разнюхал половые феромоны, и дальше, как это сейчас бы сказали, мозг у ящерицы буквально взорвался, вот потому что, как это так, выглядит как самец агрессия, а пахнет как самка. И дальше, в течение нескольких недель, представляете, вот этот самец с этим страшным когнитивным диссонансом, он, атакуя других самцов, он вот в момент уже завершения атаки останавливался, осторожно как бы так обнюхивал, и если действительно самец, то уже только тогда кусал. Вот, то есть даже на уровне мозга ящерицы, да, можно вот такие буквально психологические травмы нанести, и в явном виде проанализировать, просмотреть конкуренцию разных программ. То есть агрессия помогает достичь цели, но важно ее вовремя выключить, потому что иначе она может нанести вред той цели, к которой вы так стремились. Вот, ну и, соответственно, даже само половое поведение, да, порой представляет опасность, потому что бывают же истории, когда самка крупнее самца, и она раз, и съест его во время спаривания. Вот, поэтому все это непросто, и, как бы, в данном случае речь идет даже не об агрессии, а скорее о пищевом поведении. Ну, во всяком случае, что важно, вот мы, когда наблюдаем проявление агрессии при, например, конкуренции самцов, мы на древних уровнях эволюции наблюдаем часто действительно драку. И там морские слоны реально, да, вырывают друг у друга там куски мяса и все такое прочее. Но, дальше, собственно, что оказывается? Оказывается, что вот такая прямая агрессия, сопровождающаяся нанесением травм, это вовсе не лучший вариант. Потому что, если вы повреждаете другую особь и снижаете ей уровень здоровья, это с точки зрения как бы эволюции вида, популяции, на самом деле не лучший ход. Потому что, а кто он, вот этот более слабый сейчас самец? Ну, я, собственно, говорил об этом, когда рассказывал про половое поведение. То есть, очень часто это самец, который просто молодой, он подрастет, и его гены еще, так сказать, сработают и принесут всем пользу. Вот. Поэтому не нужно его калечить, поэтому не нужно заниматься агрессией вот прямо на уровне драки. Гораздо лучше использовать эффективнее какие-то максимально бесконтактные варианты, ну, что-то вроде армрейстлинга, как вот опять же у этих двух цихлит, которые были, помните, в начале, или, например, джирафы, да, они, ну, довольно ощутимо, но тем не менее, просто вот как бы толкают, бьют друг друга шеями. Это гораздо менее травматичная история, чем если бы они, не знаю, кусались или тем более легались, потому что жираф совершенно огромное животное. А у них скорее что-то ближе вот к такому армрейстлингу, они часто просто вот давят шеями друг на друга, кто сильнее. Вот, то есть, я, собственно, к чему? По ходу эволюции мы наблюдаем очень часто по ходу эволюции конкретного биологического вида. Переход от жесткой агрессии, связанной с травматизмом, к агрессии все более ритуализированной, когда не дерутся, а меряются силами. А порой даже не меряются силами, а просто оценивают размер друг друга, и это оказывается очень здорово. Ну, и, собственно, в половом поведении, там, где вот идет спаривание, порой мы тоже видим некую ритуализацию, когда поведение самца, более мелкого, чем самка, умиротворяет самку, и на время выключает ее агрессию, выключает ее пищевое поведение, и тогда у самца есть шанс, так сказать, не просто спариться, но еще и выжить. Вот, и у тех же пауков, да, паучок там издали начинает махать лапками и показывает, там, дорогая, это я, это не еда, не еда. Вот, а, например, есть к тыре, такие хищные мухи, там самец приносит самке еду, комарика, да, мушку, и пока она ест подарок, он имеет шанс не только спариться, но еще и сбежать. Рассказывая про половой импринтинг, я рассказывал о том, что очень важен здесь дофамин, помните, вот этих пререйных полевок, и на фоне выделения дофамина формируется не просто моногамное поведение и предпочтение вот именно этой особи, но, напоминаю, на фоне дофамина возникает предрасположенность к агрессивным реакциям, направленным на другую особь того же пола, вот, и все это цементирует вместе пару и определяет успех именно моногамного поведения, то есть не только повышается привязанность взаимная, но и агрессия по отношению к чузакам, то, что здесь называется стрэнджер, вот, если мешать дофаминовой системе, особенно через D1-рецепторы, вот, тогда, собственно, все это не срабатывает, но, во всяком случае, дофамин, нуклеусокумис, то есть, опять же, те самые механизмы, о которых мы говорим в случае многих-многих других поведенческих проявлений и работы многих других центров потребности. Как правило, самцы ухаживают за самками, но природа очень разнообразна, и мы знаем несколько примеров, когда самки конкурируют за самцов, и в этом случае, собственно, агрессия проявляется именно в поведении самок, ну, вот, есть такие плавончики, кулики, да, вот этот серенький, это самец, и самки спорят, да, кто отложит яйца, и за ее яйцами будет ухаживать этот самец, а самки ведут гораздо более такой вольный образ жизни. Ну, и совершенно отдельное сообщество это гиены. Уникальная история, когда, собственно, живет стая очень хищных существ, а гиены, напоминаю, это особое семейство отряда хищных млекопитающих, то есть, так же, как есть кошачьи или там псовые, да, то есть, волки и лисы, а так же, как есть, например, мангусты, куньи, вот, есть семейство гиеновые, и у гиен совершенно потрясающая стайная организация, где выстроена иерархия именно самок. Вот, и самки главные, они даже физически более сильные, у них огромная концентрация андрогенов, у них даже половой аппарат по этому поводу серьезно изменен, и в нем есть признаки даже мужской половой системы, самки главные, а самцы, они вот где-то вот рядышком, там, по кустам, да, выполняют такую сильно подсобную роль, вот, и в этом случае, да, доминирующая самка выбирает самца и говорит, ну, ты там, из кустов иди сюда на минутку, вот, то есть, природа в этом смысле разнообразна, и та же самая агрессия, она, связанная с конкуренцией, да, за полового партнера, она может проявляться и в мире самок, вот, ну, так сказать, на человеческое поведение вы уж тогда, пожалуйста, сами переносите. Отдельная история, тоже очень частая, это агрессия, которая возникает при конкуренции за пищевые ресурсы, т.е. если вы бросаете кусок хлеба там, воробьям или голубям, вы наблюдаете, или там уткам в пруду, вы наблюдаете, как несколько уток, ну, здесь вот чайки, да, на слайде, бросаются и дальше с одной стороны пытаются схватить, а с другой стороны пытаются друг друга клюнуть, чтобы отпихнуть конкурента, то есть, совершенно очевидная агрессия, связанная с тем, что надо дотянуться до конкретного пищевого ресурса. Вот, ну, и как бы разовый кусок пищи, это такая история более короткая, а есть история, которая во многом определяет вообще поведение животных, это территориальное поведение, то есть, засчитать собственной территории, когда, соответственно, вы заботитесь, в том числе и о пищевом ресурсе, то есть, территория, это очень важно, это и еда, это и убежище, безопасность, это и что-то, что делает вас более ценным половым партнером, вот, поэтому, на самом деле, территориальное поведение Павел Васильевич Симонов выделял в особую группу зоосоциальных программ. Но, в рамках нашего курса, мы не будем отдельно про территориальное поведение говорить, я о нем скажу вот сегодня, как поведенческой программе, которая, действительно, очень тесно сцеплена с агрессией. То есть, занять и удерживать территорию, это прекрасная идея, которая повышает вашу выживаемость и шансы на воспроизводство, вот, и заодно позволяет ограничить численность вида, потому что, если за каждой особью, или каждой парой, или за каждой стаей записана определенная территория, то тогда, соответственно, плотность популяции не будет слишком велика, и всем хватит еды и убежищ. А те, кто как бы остался без территории, в их случае, да, запускается миграция. То есть, да, вот здесь, в этом лесу уже все участки заняты, ну, вон там, на горизонте еще один лес, вперед, лети туда, и, может быть, найдешь себе, так сказать, лучшую долю. Вот, то есть, на самом деле, территориальное поведение еще и подталкивает процессы расселения, увеличения ареала. Поэтому оно оказывается очень востребованным в ходе эволюции, и мы его видим в самых разных вариантах. Ну, и те же самые собаки, да, они от своих, так сказать, волчьих предков, естественно, сохранили мечение территории, то есть, ты метишь границы своей территории запахом или песней, как птицы, или еще какими-то другими, так сказать, способами, вот, которые показывают чужаку, что здесь место уже занято. А для того, чтобы защищать территорию, существуют, собственно, программы, очень часто сцепленные с агрессией, с нападением на чужака. Вот, ну и, собственно, вот сейчас мы немножко про это поговорим. Вот появилась первая схемка, на которой сплошной линией показаны территории самок маленького суслика, малого суслика, вот он тут, суслик, изображен, вот, а пунктиром территории самцов малого суслика. И посмотрите, как все это интересно располагается, то есть, как бы, самки, они мало пересекаются с другими самками, самцы мало пересекаются с другими самцами, а вот территории самцов и самок очень здорово пересекаются, вот, это помогает успешно размножаться, но при этом, да, вот как бы, тут получается, мы видим вот в этом территориальной карте мотив и полового поведения, и пищевого поведения, вот, и, как бы, пересечение с самцами допустимо, но оно, видите, тоже не стопроцентное, не стопроцентное, а пересечение самцов друг с другом, оно уже мало допустимо, или самок друг с другом, оно, как бы, может приводить уже к конкуренции, к запуску, да, вот этих программ территориального поведения. В очень яркой форме территориальное поведение проявляется как в виде птичьих миграций. То есть зачем многие птицы мигрируют, да, и вот эти птичьи переледы, это что такое? А это, собственно, следы расселения некого вида по некому ареалу, ну и как бы прежде всего территория, она нужна в ситуации, когда вы выводите птенцов. Вот тогда точно нужно, не знаю, 2 гектара для того, чтобы вот эта маленькая дрофа, которая называется джек, нашла нужное количество, не знаю, там кузнечиков, чтобы прокормить своих птенцов. И когда идет сезон размножения, эти самые джеки, да, расселяются довольно широко, а когда размножение кончилось и уже, так сказать, каждый птенец может сам найти свою пищу, джеки возвращаются на исходную свою территорию, на территорию, где они зимуют. То есть вот зеленая зона — это зона зимовки, а зона желтая — это зона, соответственно, куда мигрируют, да, но мигрируют не все джеки. Часть так и живет на зеленой зоне, так сказать, в местах исходной дислокации, на прародине, а часть мигрируют, но мигрируют только на сезон размножения, а потом возвращается опять сюда. То есть когда ласточка, да, летит из какого-нибудь Египта куда-нибудь в Вологду, она, по сути, да, мигрирует в место размножения, а когда из Вологи в Египет возвращается на историческую родину. И там, в Египте, есть ласточки, которые вообще никуда не летают, такие более удачливые. Поэтому, собственно, вот когда мы попадаем в какие-нибудь теплые страны, да, где-нибудь там, Средиземноморье, вот, или еще что-то, мы так смотрим вокруг, боже мой, какое прекрасное место, какая погода, что же мы живем-то в средней полосе России, а кто-то там вообще в Норильске. Да, правильно, наша память, наверное, такая генетическая говорит, что вообще-то мы из теплых стран, мы тропические обезьяны, которых когда-то более удачливые, да, так сказать, обезьяны и Homo sapiens выпихнули ближе к полюсам. И миграция, распространение человечества Homo sapiens по лицу планеты, это тоже результат вот этого самого территориального поведения. Ну, у Джека тут все просто, да, видно, как территория выведения птенцов и территория зимовки, они соприкасаются. А вот, например, да, Орел-могильник, у него по ходу, так сказать, развития его вида так случилось, что две эти территории разорвались. Вот здесь он гнездится, а сюда летит на зимовку, то есть возникает разрыв между двумя этими ареалами. Ну, и особенно это впечатляет в случае вот этого самого среднего сорокопуда. Посмотрите, где он гнездится, а куда летает зимовать. То есть, видимо, исходно все-таки этот вид отсюда. И дальше он распространялся, вот тут не выжил, а тут выжил, а программы-то остались. И особенно впечатляет, что подобного рода птичьи перелеты, по крайней мере, некоторые виды птиц реализуют без обучения и даже в одиночку. То есть, какой-нибудь там сокол, который выводится где-нибудь там, не знаю, на Сицилии, он летит на зимовку в Мадагаскар в одиночку, и у него в голове есть эта память, программа, навигация. Это, конечно, потрясает. И все это следствие вот такого развития территориального поведения, борьбы, конкуренции за ресурсы. Ну, и, собственно, вот пример этой конкуренции. То есть, действительно, в тот момент, когда, например, самцы птиц занимают территорию, вот в этот момент, там где-нибудь, не знаю, в апреле, да, зяблики или вот эти, например, эти самые каменки-плесуньи, да, вот самцы могут даже подраться. То есть, будет такое явное агрессивное взаимодействие. Но дальше вот после того, как территории уже установлены, поведение начинает очень сильно переходить в ритуализированную форму. То есть, уже нет реальных драк, а просто чужак, который прилетает и видит, что территория занята, у него включаются программы пассивно-оборонительные, и он улетает, даже если он физически сильнее. А хозяин, он должен в явной форме продемонстрировать некий ритуал, да, вот эта вот пляска этой каменки, который показывает чужаку, территория однозначно занята. То есть, до какого-то момента допускается агрессивное взаимодействие, по-настоящему агрессивное, и территория может даже поменять хозяина. Но с того момента, когда появляются гнезда, и там яйца и птенцы, уже, видимо, с точки зрения биологического вида, нету никакой пользы в том, что вот прилетел чужак, там, не знаю, гнездо сломал, яйца разбил. И эта агрессия, она приобретает ритуализированные формы, а чужак, который даже физически сильнее, у него совершенно четко срабатывает программа. Территория занята, все, уходим отсюда, уходим, ищем себе территорию где-нибудь в другом лесу. Поэтому мы, когда смотрим на птичьи перелеты и на то, что случается, например, у нас в Москве каждую весну, мы видим очень странные истории. Еще едва растаял снег, и уже там прилетели какие-нибудь зяблики. И порой даже выпадает снег, и они там сидят на этих ветках и пытаются петь, показывая, что это их территория. Чего они прилетели так рано из теплых стран? А если не прилетишь рано, то тебе вообще не достанется территория, другие самцы займут. То есть первыми прилетают самцы, а потом уже прилетают самки, когда территория поделена, и порой самцы даже начинают вить гнезда, и уже самка выбирает самца не только по громкой песне, но и по качеству территории, потому как он гнездышко умело бьет там и все такое прочее. То есть здесь все как бы цепляется и за размножение, и за ресурсы, и еще раз за ритуализацию. Очень особая история, когда территорию занимает не просто особь или, например, пара, семья, а территорию занимает стая. И эта история, конечно, очень близка для нас, для Homo sapiens, потому что у нас есть и личная территория, и территория семьи, и территория стаи. Нашей нации, нашей компании коммерческой, нашей страны. Ну, в общем, как бы да, вот это очень отдельная история, и защищать территорию стаи, это характерно, ну, например, для крыс, характерно для муравьев. Муравьи, которые в муравейнике, они же потомки одной самки-царицы, у них у всех общий генетический корень, вот это все ее дочери, и во многом общий запах, и это их поддерживает как единое целое. Ну и, кстати, общий запах и крысиную стаю поддерживает в целостности, потому что тоже, как правило, крысы, живущие, ну, только серые, конечно, крысы, на определенной территории, это потомки одной пары. Ну и помним, у млекопитающих же есть их уникальный запах, вот, собственно, этот уникальный запах общим является для родственников. И, как бы, это цементирует стаю, а с другой стороны организует агрессию в отношении чужаков. Для обезьян, конечно, очень значимо стайное поведение, и защита территории стаи, и вообще для всех биологических видов, которые, собственно, этим серьезно занимаются, те же самые гиены, да, то есть, которые живут стаями, причем иерархически организованными стаями. У нас следующая лекция будет посвящена иерархии, то есть, что делает наш мозг более, как бы, лидирующим, стремящимся командовать стать главным. И вот там мы про иерархию довольно много будем говорить, и иерархические стаи, одна из их функций, это защищать свою территорию. Это сурикаты, да, вот эти вот мангустаобразные маленькие существа африканские, это слоны, это гиены, и это очень-очень характерно для обезьян. И порой, действительно, это имеет довольно ритуализированную форму, а порой форму агрессивную. То есть, опять же, вот насколько эта ритуализация далеко ушла. И те же самые сурикаты, они очень серьезно дерутся с соседней стаей, вплоть до смертоубийства. Ну и у обезьян это тоже очень выражено. Ну вот вы видите этих самых ревунов, они метят свою территорию криком, да, то есть, как какие-нибудь, опять же, там, пеночки или соловьи. Вот, а другие обезьяны, они метят свою территорию, там, ломая ветки, или там, разбрасывая помет, или еще что-нибудь такое делая, вот, или там, ставя пограничные столбы, да, показывая, что вот это наша территория, сюда заходить нельзя. И порой явно организуется патрулирование, вот, и все так по-серьезному. И если вторгается, то уровень агрессии порой очень-очень мощный. Это касается и наших ближайших родственников, горилл, шимпанзе. То есть здесь, конечно, что получается? Получается, что дальше, да, это естественно и в человеческом поведении, в яркой форме проявляется. И недаром история человечества — это история непрерывных войн. То есть мы, Homo sapiens, такой биологический вид, у которого, к сожалению, ритуализация агрессии очень слабая. Ну, антропологи говорят, что это во многом связано с тем, что мы очень свежий вид, и у нас как бы еще в эту сторону эволюция нас почти не двинула. Поэтому у нас очень много агрессии и просто как бы в личном взаимодействии. Вот, но это еще как бы так вот в рамках семьи или там государства конкретного, да, пытаемся контролировать. Но гигантское количество агрессии в взаимодействии между социумами, между государствами. Постоянные конфликты, страна на страну, союзы там, коалиции для того, чтобы в кавычках защититься, а на самом деле напасть. Ну, в общем, все это очень сложно. История человечества — постоянная история войн. И тот же самый Конрад Лоренц, он в своей книге «Агрессии», он, собственно, как ее завершает, он пишет, что агрессия — это, конечно, порой важно, но это самая серьезная бомба, которая заложила эволюция в нашу человеческую историю. И если человечество когда-нибудь погибнет, то погибнет именно из-за всплеска агрессии, ну и, собственно, мировые войны. Ну, чего я буду в эту сферу задвигаться, это как бы достаточно для всех очевидно. Вот вы видите наших ближайших родственников, бонобо, малых шимпанзе и больших шимпанзе. Бонобо, я, по-моему, про это уже рассказывал, они живут в менее агрессивной среде, и в частности они не конкурируют с гориллами, то есть там, где они обитают, нет горилл. Поэтому в их поведении гораздо меньше агрессии, их общество гораздо менее иерархично, и у них очень большое значение, имеют положительные эмоции, связанные с любовью, с сексом. Да, и вот как раз про постоянный секс в стае бонобо я и рассказывал. А вот большие шимпанзе, их ареал пересекается с ареалом горилл. Ну и опять же приматологи говорят о том, что поэтому в их поведении больше агрессии, и они охотятся, да, то есть бонобо практически вегетарианцы, а, соответственно, большие шимпанзе охотятся, например, на маленьких обезьян, вот, и их общество гораздо более иерархично, и самцы постоянно патрулируют границы территории и вылавливают чужих самцов, и могут даже убить. Вот, ну и еще раз, да, история человечества, это действительно постоянная история войн. Ну вот они, то есть бонобо и большие шимпанзе. То есть по росту-то они особо даже не отличаются, просто бонобо, они так раза в полтора постройнее и гораздо-гораздо менее агрессивны, и гораздо менее иерархичны. Ну это, собственно, да, Верещагин, Дали, это про значимость войн в истории человечества. Это еще и, конечно, очень серьезно сцеплено с иерархией, вот. Но и иерархия, о которой я буду рассказывать в следующий раз, она тоже очень серьезно завязана на агрессию. Потому что если у вас срабатывают программы «я буду тут главным, я хочу быть тут главным», вы начинаете от ресурсов отталкивать конкурентов. И значит, установление иерархии, оно тоже очень серьезно базируется на агрессии. Но есть и как бы оборотная сторона. Для того, чтобы агрессия в иерархической стае сообществе не перешла какие-то разумные границы, есть специальные ритуальные позы, которые демонстрируют вожак, которые демонстрируют подчиненные, вот вы видите, гордого вожака и сгорбленного подчиненного. Но об этом я буду подробнее рассказывать в лекции, посвященной иерархии. И еще раз хочу подчеркнуть значимость такого нейромедиатора, как норадреналин. Ему помогает в агрессии дофамин, который усиливает агрессию, серотонин тормозит агрессию. И в агрессивном взаимодействии, так же, как в случае других видов поведения, конечно, большую роль играет обучение. То есть, да, вы исходно можете быть более холеричны или менее холеричны, но дальше, если программы агрессивные, которые вы реализуете, не приносят вам успеха и вам дают отпор, то эти программы, они могут и не получить развитие. А если агрессивные программы, которые вы запустили, привели к тому, что вы победили в какой-то ситуации, получили положительные эмоции и так далее, тогда ваш мозг может становиться более агрессивным, более ориентированным на такое поведение. И, по сути, да, по сути, речь идет о накоплении агрессии, о опыте удачной агрессии. И это очень такая отдельная проблема, ну, например, в мире спорта и спортивных единоборств. Да, то есть для того, чтобы человек был там боксером или там каратистом, да, ему же нужно во время боя проявлять агрессию и его воспитывают в эту сторону. Но при этом это же должна быть жутко контролируемая агрессия, потому что она же не должна выплескиваться, ну, например, в другие сферы. Да, на ринге ты можешь, там, не знаю, мочить своего соперника, но за рингом-то, да, за рингом-то обычные люди, с которыми ты общаешься, семья, например, да, вот, и переносить это в семейные отношения, это очень плохая идея. Вот, и у тех же спортсменов, которые занимаются особенно единоборствами, проблема переноса агрессии в обычную жизнь, она очень актуальна. Вот, и запросто такой человек, да, поскольку у него уже мозг приучен реализовать агрессию, может там совершить, опять-таки, какие-то противоправные действия и дать в глаз вовсе не сопернику, вот, а там, не знаю, собственной жене. Так что здесь все непросто, и есть, собственно, мозг, обучающийся реализовать агрессию, есть мозг, обучающийся контролировать агрессию, ну, и действительно, помимо вот тех нейросетей, которые учатся, огромное значение имеют еще и нейромедиаторы, ну, вот, дофамина, о котором я постоянно говорю, и, кстати, избыточная активность дофамина, она ведет к самым разным проблемам, в том числе повышенной агрессии, а иногда даже и нарушению восприятия мира, тогда мы говорим о шизофренических расстройствах, и действительно, молекулы, мешающие дофамину, нейролептики, они могут помогать контролировать агрессию, улучшают состояние мозга, и они используются не только в случае шизофренического, агрессии, но и в случае маниакальных состояний, да, вот вы видите тут некоторый список нейролептических препаратов. Это такие классические американские фильмы, где показан очень высокий уровень агрессии, ну, особенно, конечно, вот всякие триллеры-боевики, вроде «Молчание ягнят», да, или там того же «Авиатора», или вот «Остров проклятых», где Леонардо Де Каприо в очередной раз очень талантливо сыграл, так сказать, человека с явными отклонениями. Ну, во всяком случае, все эти фильмы, если не смотрели, то рекомендую посмотреть, они именно с точки зрения, да, проявления агрессивного поведения. А серотонин в основном подтормаживает самые разные эмоциональные проявления, в том числе связанные с агрессией, поэтому плохая работа системы серотонина — это не только дорога к депрессии, но и дорога порой к избыточному проявлению агрессивных каких-то вот поведенческих компонентов. То есть у кого как. То есть если вы холерик, да еще у вас плохо работает система серотонина, здесь проявления агрессии, они оказываются более вероятными. Ну, напоминаю, что серотонин — это так называемые ядра шва, то есть структуры, которые идут от среднего мозга до спинного, и, соответственно, выделение серотонина, которое контролируется вот этой зоной, центральным серым веществом среднего мозга, это очень важный фактор, который вообще формирует, ну, более-менее гармоничное состояние нашей психоэмоциональной и потребностной сферы. И в этом смысле довольно много сейчас работ посвящены ферменту, который называется моноаминоксидаза. Этот фермент после того, как дофамин, норадреналин, серотонин сработали в нашем мозге, этот фермент их разрушает. И если что-то не то с моноаминоксидазой, то могут возникать разные проблемы. Ну, на самом деле, ситуация несколько сложнее, потому что у нас в мозге две моноаминоксидазы, и та, которая моноаминоксидаза А, сокращенно говорят, МАОА, вот та разрушает серотонин и норадреналин, а та, которая моноаминоксидаза В, она разрушает дофамин. И вот известно, и, так сказать, хорошо сейчас изучено, что проблемы с МАОА, они, конечно, если она плохо работает, они вроде поднимают уровень серотонина, и это хорошо, но они еще настолько сильно способны поднять уровень норадреналина, что человек вот эту самую как раз импульсивную агрессию реализует с повышенной вероятностью. То есть пониженный уровень МАОА ведет к более явному проявлению агрессии, и это даже на психогенетическом таком уровне исследовано, есть такой синдром Бруннера, то есть в Голландии целая семья, она страдает такими внезапными приступами импульсивной агрессии, и мужчины во многих поколениях чаще совершают преступления, чаще попадают в тюрьму, но при этом это не мешает им исправно находить жен, размножаться, передавать гены своим сыновьям. Вот по фамилии этой семьи как раз синдром Бруннера с врожденной низкой активностью МАОА. Ну это как бы в карикатурном виде. То есть была такая эпоха в конце XX века, когда лишнюю Y-хромосому как-то связывали с повышенной агрессивностью, а сейчас довольно часто говорят как раз о пониженной активности МАОА. Ну и действительно, поскольку активность центров разных потребностей во многом врожденно задана, существует целый набор генетических вариаций, которые делают агрессивные проявления более вероятными. Это низкая активность МАОА, особенно МАОА, это гены, усиливающие действия половых гормонов, кортизола, кортиколиберина, адреналина, норадреналина. Ну и вы видите, что собственно где-то на 50% проявления агрессивные, они зависят от генов, а дальше добавляется гормональный фон, индивидуальный опыт. Причем опыт, который начинается еще с раннего детства. Например, показано, что нарушения родительской заботы, они делают мозг более разболтанным, как бы в случае, в ситуациях как раз оборонительного поведения. И мозг, который был лишен адекватной родительской заботы, он легче впадает и в панические состояния, и в состояние агрессии. Ну, например, нападение на примерно равных себе по силам. То есть, как бы, ну, по крайней мере, вот эксперименты на моделях аутизма крысиного, они тоже показывают о том, что, говорят о том, что агрессивные атаки на детенышей того же возраста, они становятся более вероятными. То есть, и вот такие вот проблемы могут возникать. Агрессия порой, да, бывает так полезна, если мы ее контролируем, но в основном все-таки наше общество ее не очень поощряет, мягко говоря, и существует административный уголовный кодекс и все такое прочее, и мы сами учимся всю жизнь контролировать нашу агрессию, но кое-какие такие дырки, да, для сублимации, для выброса агрессии все-таки нам наша цивилизация предлагает. Ну, например, когда мы смотрим какой-нибудь боевик, где добро явно побеждает зло, вот мы благодаря зеркальным нейронам как бы идентифицируем себя с хорошими персонажами и вместе крошим какие-нибудь черные силы, и как бы наши центры агрессии в этот момент вполне себе радуются. Точно так же центры агрессии эксплуатируются в компьютерных играх, вот, и тогда, когда мы занимаемся спортом и с кем-то конкурируем, или хотя бы сидим на трибунах и там болеем за любимую команду, вот здесь проявления эти агрессии приобретают, хотелось бы верить, более контролируемые формы, хотя, конечно, толпа фанатов Спартака, которая схлестнула с толпой фанатов Зенита, это тоже, к сожалению, известная история, то есть насколько легко агрессия может выходить за рамки и как непросто все-таки ее контролировать. Ну вот я, собственно, дошел до конца лекции, то есть еще раз хочу повторить цитату Конрада Лоренса о том, что агрессия является самой серьезной бомбой, которую эволюция заложила в наш мозг, и несмотря на то, что какие-то небольшие проявления агрессии, они бывают очень даже уместны и востребованы, поскольку агрессия добавляет энергии в то поведение, которое мы реализуем, очень часто и очень легко агрессия приобретает деструктивные формы. Но тем не менее, действительно, нам порой показывают в кино, в литературе персонажи, которые именно за счет проявления агрессии, ну, например, борются со злом, да, то есть начиная от Дон Кихота и кончая там персонажами мира Марвел, да, это все вот такие вот супергерои, которым агрессия помогает. Но контроль, контроль, да, очень непростая штука. И бывает, что человек заиграется в компьютерные игры, а потом там возьмет автомат и пойдет в реальный мир. Вот так что все это очень непросто, ну, как вообще, так сказать, наше поведение. Вот, собственно, я дошел до конца. У нас осталось всего две лекции. В следующий раз мы продолжим во многом тему агрессии, но повернем ее в сторону иерархии в мире животных и в мире человека. И последняя, десятая лекция, она будет посвящена гомеостазу, то есть витальным программам в нашем мозге. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.